За советом по выбору лыж мы обратились в пункт проката парка «Дружба». К слову, работает он в зависимости от погоды, а из-за пандемии внутри может находиться только ограниченное количество человек. Но вы всегда можете приехать покататься со своим инвентарем. А чтобы его подобрать, в первую очередь нужно определиться со стилем своей езды. Классический стиль известен уже давным-давно. Это ходьба по лыжне, занимаясь спортом, давая нагрузки большие, так как просто для прогулок. То есть просто передвижение по лыжне с комфортной скоростью для человека. На самом деле любые лыжи из представленных могут подойти для классического вида. Все зависит от человека, который будет их брать. То есть в зависимости от его роста, веса и уже здесь нужно подбирать. То есть, например, для человека... Скажем, во мне 190 рост и почти 100 веса. Вам мы посоветуем лыжи повышенной жесткости и достаточно высокие. Чтобы вы себя чувствовали комфортно на лыжне, был удобный толчок, вы не теряли скорость и просто получали удовольствие. Для вас мы в первую очередь смотрим лыжи достаточной длины. Это плюс 20-30 сантиметров от вашего роста, если вы собираетесь заниматься классическим ходом в данный момент. И к тому же надо учитывать жесткость лыжи, чтобы она выдержала ваш вес. И толкаться лыжи было комфортно. Коньковый ход, так называемый свободный стиль. Мы вам предложим тоже лыжи с соответствующей жесткостью, но уже короче. В зависимости от погодных условий, от того, насколько снег был свежий, рост ваш будет соответствовать длине лыжи. То есть, чтобы лыжи были... Соответственно, я бы посоветовал, скажем, на укатанную трассу взять соответствующую длину. То есть, это будет ровно ваш рост. Это то, что касается непосредственно лыж. То, что касается палок, здесь нужно иметь в виду, что тоже палки по длине отличаются для классического хода и для конькового хода. Палки вам подбираются по размеру ключицы, плечо под подбородком, не выше. Чтобы вам было удобно именно фронтально двигаясь, работать руками вдоль тела. Это коньковый ход? Это классика. Это классика. Коньковый ход, учитывая, что ваш рост достаточно высокий, мы предложим максимальный размер, который мы сейчас можем предложить. То есть, это... То есть, тут палки должны быть повыше. Да, палки должны быть максимально высокие из того, что будет комфортно для вас. Опять же, здесь варьируется от подбородка до глаз. Не стоит забывать и про комбинированный стиль. При нем поочередно используется классический и коньковый ход. Поэтому и инвентарь по длине представляет золотую середину, чтобы было удобно в обоих вариантах перемещения. Классика. Я думаю, любой человек, абсолютно любой, еще со школьных времен, если его поставить просто на лыжи, он сможет по лыжне пройти так или иначе. Коньковый ход обязательно требует техники, хотя бы элементарной. Поэтому это главное отличие, что чтобы кататься коньковым ходом, ему нужно обучиться. Хотя бы какие-то начальные знания получить. Коньковый ход, если я правильно понимаю, это как елочка его еще называют. Да, свободный так называемый. С ботинками тоже есть свои нюансы. Для классики они пониже, для конькового хода повыше, чтобы фиксировать голень. Важно, чтобы обувь была не впритык. Носок под нее надевают обычный, а немного пространства нужно для циркуляции воздуха. Таким образом, в движении нога не замерзает. Но для новичков есть у ботинок проблема, которая связана отнюдь не с выбором. Один из самых распространенных вопросов, как надевать и снимать лыжи. Я сам делаю в этом первые шаги, но попытаюсь вам объяснить. Для начала, чтобы лыжа не ехала вперед, нужно на нее наступить. Потом нужно попасть в специальное пружинное крепление движения вперед и вниз. Вторую лыжу мы уже придерживаем первой. И точно так же. Теперь, чтобы снять лыжи, пружинное крепление нужно отжать. Многие пытаются сделать это палкой, но ничего не выйдет. Нужно наклониться и нажать пальцами. Дмитрий Сергеев, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей. Ольга Кириллова. Область новостей.